Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава ЭМОР. Знаете, к толкованию в этой недельной главе есть много разных майс. Сегодня воскресенье, время майсы. Я расскажу две короткие. Первое, об отношении к детям. Если мы хотим налаживать какие-то контакты между нами и следующим поколением, надо немножечко относиться к ним с уважением и серьезным. Рассказывают однажды, что был такой Яков Рудерман, мальчик такой, и он увидел лежащие на столе карманные часы своего отца. Забегая вперед, могу сказать, что рабе Яков, это глава Балтиморской и Шивы, впоследствии стал одним из ведущих мудрецов Торы в Штатах. Мальчик увидел часы, и ему было любопытно все это. Он начал разбирать. Это было очень давно, там, 120 лет назад. Часы были огромной редкостью, дорогой, никто не мог себе позволить такого. Мальчик трудился во все, разобрал маятник, пружинки. Короче, через 20 минут зашла мать, когда в комнату, она увидела, что кругом всякое лежит запчасть. Начала кричать, что ты наделал, как теперь отец узнает время молитвы. Услышав шум, отец Якова зашел тоже, он увидел, в чем дело, и сказал, что он видит в проявлении, в этом поступке проявление способности мальчика, который желает понять устройство вещей, не ограничиваясь внешним наблюдением. Я уверен, сказал, что Всевышний предназначил нашему сыну важное дело, связанное с умственной деятельностью. Кто знает, может он станет главой и Шивы, будет направлять, не стоит сердиться. И уже в глубокой старости опытным наставником Раби Яков сказал, что никогда не забыл ту историю, ведь именно отцовская поддержка позволила ему продолжать развиваться, и в конце концов выработала вот этот знаменитый свой метод работы с морой. Поэтому, что до нас, наши нагоняя, которые нашим детям, мы говорим за мелкие проступки, когда, в общем-то, этого делать было не надо, мы страдаем от жары, холода или плохого настроения, разве что это не того? Наверное, нет. Мы же не знаем, какое слово ребенок запомнит, какое его за день, да какое вообще непоправимо. Думать надо. И еще одна история насчет думать. Вы знаете, вот вторая история, которая рассказывается в комментариях к нашей недельной главе. Вот никогда нет отчаяния. Вы знаете, мы никогда не знаем, ведь существуют на земле совершенно уникальные люди, которые приносят, знаете, есть исцеляющие люди. Я уже много рассказывал о Хайме молочнике, я к нему заходил, смотрел на тебя и говорил такие вещи, которые представить нельзя. В польском же городе Петракове жил известный врач, ассимилированный еврей, профессор Бреннард. Он уже отошел от всего еврейского, но очень был мудрый, серьезный человек. Один человек у него лечился, у него был туберкулез, он приехал, говорит, я еду на купальню Маринабад, там, хочу, говорят, лечебные источники. Профессор, он уже останется дома, почему? Твои легкие изъеденные, честно говоря, ну, туберкулез в последней стадии, тебя вернут обратно. Но больной был упрямцем, он поехал, и вот, как предсказал профессор, его вернули, отослали обратно, возвращается он еле-еле назад, возле города Лилово, он говорит извозчику, слушай, в этом городе, говорят, есть какой-то праведник, давай зайдем благосостояние. Завернул, заехал знаменитый раб из Лилово, встретился с ним, поговорил, ладно, говорит, взял рабе, отрезал кусок старого сыра, налил стакан вина, больной, говорит, да что ты, рыба, мне такого вообще нельзя, пей, говорит, ерунда, все, сейчас я исполняю заповедь гостеприимства, а соблюдающий заповедь не узнает зла, ешь и это будет тебе исцелением. Больной решил, что вера у мудреца важна, выпил, съел, совсем плохо ему стало, лег спать, проснулся, здоровый встал, вернулся в свой город, пошел к врачу, профессор посадил, говорит, такого быть не может, он говорит, я был рабе у Лилова, заставил меня съесть старый сыр и вина, он говорит, этого не может, это для тебя смертельный яд, ну вот видишь, его честь видит, это эликсир жизни, профессор встал, говорит, я обязан увидеть человека, вылечившись от тебя с помощью сыра, это вообще как можно, ядом вылечить. Рабе его уже ждал, когда он приехал, и со временем он рассказал ему, что сделать это чудо для него, чтобы свершился переворот, профессор впоследствии присоединился к ученикам Хазе из Люблина, и вот этот знаменитый Давид, доктор, которого знает ученик праведника, его знают потом во всем еврейском мире. Вот так вот, вот так вот думать надо и верить, и все будет хорошо, брахава от слаха.